На повестке дня развития спортивной и материально-технической базы. В обсуждении приняли участие федеральные министры, руководители спортивных федераций и главы регионов. Среди них и губернатор Кубани Александр Ткачев. На заседании президент напомнил, что действие федеральной программы развития спорта заканчивается уже в 2015 году. Поэтому сегодня важно разработать новый план, чтобы принять программу на следующую пятилетку. Ее главным результатом должно стать увеличение количества людей, занимающихся спортом. Не менее 40% населения страны. Сегодня этот показатель всего 27. Нужно с вами выработать соответствующие мероприятия, шаги подготовить для того, чтобы принять новую федеральную целевую программу на ближайшие пять лет. На последующие пять лет. Концепция программы уже утверждена правительством в начале этого года. Определены и ее финансовые параметры. Так, для справки могу сказать, что предварительно на ФЦППО до 2020 года запланировано бюджетное ассигнование в размере 73,9 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет, соответствующего периода. По мнению Владимира Путина, достичь этой цели возможно только имея качественную материально-техническую базу, а также комплекс спортивных мероприятий. Поэтому президент потребовал достроить все спортивные объекты, предусмотренные действующей федеральной программой развития спорта. Отдельно на заседании обсудили развитие постолимпийского наследия. Губернатор Акубани, глава государства, поблагодарил за эффективное развитие объектов парка. На их базе регулярно проводятся различные соревнования. В скором времени здесь ожидается чемпионат мира по шахматам, а уже завтра здесь стартует первая в России Формула-1. Известно, сколько средств было вложено в сочную олимпиаду. И приятно, что в общем и целом нам удается пока держать определенные градусы использования. Кстати говоря, еще многое нужно сделать для того, чтобы там все это заработало вообще на 100%. Но в целом, вот сейчас видите, и Формула-1 там будет проводиться. Хочу поблагодарить Александра Николаевича за его решение поддержать матч на первенстве мира по шахматам. В 7 ноября начнется этот матч, который прикует к себе внимание практически всех любителей шахмат в мире. Это тоже продолжение жизни Сочи как Олимпийского центра. Спасибо большое, Александр Николаевич. Примерно 500 или 1000 гостей приедет на чемпионат мира по шахматам впервые в Сочи и, конечно, в стране. В Олимпийский парк каждый день посещает порядка 20 тысяч человек. И он пользуется большой популярностью, очень хорошая логистика. Это и транспортная доступность, инфраструктура, конечно, формула, которой мы с вами готовились 5 лет. И я помню, сколько было споров, сколько было разговоров, как в Олимпийском парке и Олимпиаде одновременно формулу строить. Это, конечно, было сложно технически в строительном плане. Юрий Югоревич здесь подтвердит. Но, тем не менее, решение было принято и получилось, в общем-то, достаточно очень интересное, красивое по своей инфраструктуре, по своим архитурным подходам формула. И поэтому 10-12 октября мы всех ждем. Гран-при Россия в формула 1. Билеты проданы практически все, 55 тысяч, гостиницы все заполнены, мест нет. Это действительно то, о чем мы говорили. Куда у нас? После Олимпийского наследия. Вот в действии. Так что милости просим. Также Владимир Путин поинтересовался, как сегодня в Олимпийском парке на базе ледовой арены работает Всероссийский детский оздоровительный центр «Шайба». Министр спорта Виталий Мутко рассказал, что открыт он круглогодично. «Шайба» приняла уже четвертую смену, каждая по 250 детей. Это представители регионов, все у нас уже прошли практически большинство регионов. Сейчас находятся ребята хоккеисты, фигуристы, шортрек. Все с дворцами загружены, они работают. По сути дела мы создали свой, по вашему поручению, орленок или артек для детских спортивных школ. Вот 3,5 тысячи детских спортивных школ, дети, 3,5 миллиона детей. В основном сейчас пока мы зимние виды спорта, когда мы там построим, мы сделаем плоскостные сооружения, мы расширим там и летние. Сейчас эти ребятишки, вот сейчас у нас из Омска детская школа, авангард, ярославская школа. Президент отметил, что сегодня в этом центре необходима общеобразовательная школа, чтобы вместе с занятиями по спорту дети не пропускали уроки. Александр Скачев рассказал, что сегодня уже проектирует создание школы на тысячу мест, а также в зоне Олимпийского парка предполагается строительство детского сада. Эти объекты, по словам губернатора, войдут в общую систему образовательных учреждений в Олимпийском Сочи. Академия тенниса, которая на базе кокобежного центра создается, лучшая в России, а может быть даже и в мире. 9 кортов внутри и 12 наружи. Естественно, очень ждем международное соревнование. И не только центр фигурного катания, который вместе с Минспортом мы создали, и тоже это была огромная школа. Кроме того, губернатор отметил, что развитие спорта в регионе – одно из приоритетных направлений. На эти цели из краевой казны ежегодно выделяется более 10 миллиардов рублей. Так, только за последние 8 лет на Кубани построили более 80 многофункциональных комплексов, плавательных бассейнов и ледовых дворцов. Результат – количество кубанских спортсменов выросло почти в три раза. На этом южный регион не остановится, пообещал Ткачев. Для выполнения поставленной президентом задачи на Кубани сегодня есть все возможности. Мария Крошная, Кубань, 24, Республика Чувашия.